Я сначала почитаю что-нибудь. Вообще, у Бориса Юзефовича есть еще один нафарин, который мне очень нравится, что юмор — это сатира, которую сделали обрезание. Но я надеюсь, что у нас ведь тоже не только юмор на этом концерте, но и какая-то сатира присутствует. Ну, в общем, начну я с такого стихотворения, называется «Сердюхова в космос». Экс-министра обороны очень ждем на космодроме. Вы ж пока еще свободны и в своем живете доме, есть у вас альтернатива табуретками заняться, под конвоем и без пива, или в космос собираться. Мы забудем все обиды, будет путь далек и долг, на высокую орбиту вас запустим лет на сорок. Ну, кривить не надо рожу, справедливость есть на свете. Ваших баб запустим тоже, правда, на другой ракете. День защитника Отечества. На работе сплошь одни коллеги, не служили и не будут видно, но за рюмкой все они навеки говорят, что преданы отчизне, кавалеры все они, герои. Только фальш и пафос в каждом тосте. Выпить больше? Да, примерно втрое. Не хожу к таким ребятам в гости. О черных дырах. Глаза, как космос, и походка от бедра меня пленили, и с того же дня образовалась черная дыра в кармане и на счете у меня. Есть такой сайт некрополь.ком. Я обнаружил, что я там, там вообще замечательный сайт о традициях захоронений, в том числе есть один из разделов, что называется «Эпитафия». И вот я обнаружил, что я там тоже присутствую, кто-то меня туда засунул. Вот есть у меня песня «Эпитафия горнолыжников». Ну, как бы почитав, а там Денис... Где-то я между Денисом Давыдовым и батюшком, в общем, посмотрите, интересно. Я написал еще одну «Эпитафию». Называется просто «Эпитафия». Женат удачно был три раза. В четвертый тоже, только в пятый такая встретилась, зараза, что дал он дуба проклятой. Ну, там еще есть автоэпитафия. Я тоже написал автоэпитафию, но думаю, читать пока еще рано. О времени. Приударяли по герлам, куда все делось, текло рекой вино Агдан. Не только пилось. О времени. Струилось время ручейком, а нам все мало. Большим ручьем текло потом, не доставало. Потом оно текло рекой, Москвой и Волгой, и до конца подать рукой уже недолго. Вчера мы были, спору нет. А кем мы стали? Две стервы им по сорок лет и тени не дали. Конечно, с годами мы реже и реже, но все же наступаем на грабли, на те же. Ну, недавно был Всемирный день блондинок, вы знаете, да? У меня дома их четыре, да и в садах их очень много. Поэтому несколько стишков таких. Если вы в душе блондинка и к тому же симпатичны, и при этом вам за тридцать так, чуть-чуть, едва-едва, вы легки, как паутинка, сексуальный, романтичный, а заклад готов я биться. Вам примерно сорок два. Состояние души. Глупа брюнетка? Ты не обессудь. И удивляться, друг мой, не спеши. Не цвет волос определяет суть. Блондинка – состояние души. СМС-ка от 22 апреля 2013 года. Пишу тебе в душе скорбя, Мы не увидимся в апреле, Мне из-за боя до тебя Идти примерно две недели. О постоянстве в браке. Твержу я о знакомой без устатку, Что в мире стоече нет ее и тверже, Любовников меняет, как перчатки. Однако муж у ней один и тот же. Вопрос в Миноборнауке. Коль принес ребенок два, Виновата же голова, Все равно его по попе надо Отлупить сперва. Ну и вот нарушителем скорости, Я думаю, что плакаты скоро появятся, Я туда посылаю такие вот. О ты, летящий весь в восторге, Ломающий свою судьбу, Представь, что место твое в морге, Потом, естественно, в гробу. Вот прочитаешь, и не захочешь ехать быстро. Или пьяным за рулем. За руль не садись, Если пьяный ты в дым, Если еще утверждение проще, Может, тогда и доедешь живым. До любимой жены и не очень тещи. Ну и пару пародий. Валера Михалюков написал такую. Поймал себя на мысли о прекрасном, Ну, думаю, свершилось, наконец. Всю ночь писал, И вот картина маслом, Стакан, Петрович, водка, огурец. А я, предпочитая акварели, Всю ночь писал прекрасного венец, Блондинку, обнаженную в постели. Итог. Петрович, водка. Замечательный автор из Питера. Я даже не знаю, как его настоящее имя. Он подписывается Ю на сайте, на хохмодроне. Он написал так. На забытом богом островке Время никого давно не лечит. Проплывет подлодка вдалеке, Не желая с Робинзоном встречи. Пятница, тринадцать. Вот в чем соль. Старые приколы Голливуда. Где же ты, прекрасная, ассоль? Забери его, скорее, отсюда. Почему ассоль и Робинзон, не знаю. Породия такая. Проплывал в подлодке как-то раз, Перископ подняв, смотрю на берег. Был далек от мысли, что сейчас Я открою миру сто Америк. Но одну действительно открыл. В перископ увидев Робинзона. Не один, а с пятницы он был. Неприлично издавая стоны. В перископу подозвал ассоль. Посмотри. Заберем. Смотри, какие муки. А она, превозмогая боль. Ни за что. Пусть остаются, суки. Ну и, значит, по заявке, Вадим, твоей. Наталья Киселева, до встречи с тобой. Я до тебя была красавицей, здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся. Но я ждала тебя намеренно. Сейчас хожу по поликлиникам. И лоб морщинками отметился. Смотрю на мир со злобой циника. А ты мне, гад, так и не встретился. Ответ такой. Когда была ты раскрасавицей, Не подходил к тебе намеренно, Боялся я с тобой не справиться. Хоть понимал, что это временно. Сейчас же ты по поликлиникам, На лбу морщины, Складки свесились, И скалюсь я улыбкой циника. Как хорошо, чтобы не встретились. Ну и, наверное, Надо оправдывать эти лыжи стоящие. Кстати, это не по сценарию, Это экспромт Миши Калитина. Что-нибудь спеть про горолыж. А что, а спонсоров их не вызовут? Спонсоров не дадут? В обмен на деньги. Да. Или прочитать. Горолыжный стихотворитель. Под музой. Значит, посвящается всем пострадавшим в этом сезоне, Упавшим, сломавшим руки и ноги Моим коллегам, горнолыжникам. А потому что... Ну, потому что так. Ну что же, в гипсе пить коньяк Весьма приятно. Ведь без него в горах никак, Скажу приватно. Он должен был тебе сказать, Инструктор хренов, Что в горы трезвым залезают Одни проблемы. Как только выпьешь коньяку, Склон сразу глажет И на спине, и на боку, На лыжах даже. Ты с коньяком поймаешь драйв, Летишь со свистом, Снесешь. Какой же это кайф сноубордиста. Забудь вербье, обориас, И через лето Бери коньяк, на этот раз Спущу с чигета. Я уже заскучал по чигету, По горам, по непахорам, склонам, А прошло-то всего только лето, Осень только ступила вправо, И теперь между елей и солнцем Мы поем и поем до рассвета. Нам московская милая осень, Дорога, как родная Москва. Я не буду гадать, с кем напиться, Я сто лет и сто зим это знаю, И я знаю, покинув столицу, Только выпадет первый снежок. Возвращаться плохая примета, Но я вновь на чигет улетаю, И не надо мне знойного лета, Но вернусь ты дай только срок, Когда же горы я вновь увижу. Мне их, поверьте, Каждый день не достает. Крепитесь, люди, Скоро лыжи, Зима к нам снова Обязательно придет. Но чего же в петелье не спится, Заметает дороги и трассы, И расщедрилась мама природа, Так что снег без контроля, И скоро всю метелью колотит по лицам, И по чайникам лупит ясом. А на склоне в кафе две гитары Задушевно ведут разговор, И кто-то вспомнил песню эту, А кто-то рядом Непременно подпоет. Крепитесь, люди, Скоро лето, К нам наше лето Обязательно придет. Но вернувшись в родную столицу, Заскучаем опять по чигету, С загорелым улыбчивым лицам, И по той, что так любит и ждет. Есть такая в народе примета, Даже кто-то, пускай, удивится, Что когда начинается лето, Обязательно кто-то споет, Когда же горы. Я вновь увижу, Мне их, поверьте, Каждый день не даст олёд. Крепитесь, люди, Скоро лыжи, Зима к нам снова Обязательно придет. Крепитесь, люди, Скоро лыжи, Зима к нам снова Обязательно придет. Спасибо большое. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.